Подобный фестиваль спорта во второй школе проводится уже в 38-й раз. 38 лет здесь учителем физкультуры работает Владимир Хайхян. Он все эти годы и хранит давнюю традицию. В том числе и такие спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества, уверен Владимир Андроникович, привели не один десяток учащихся второй школы в спортивные клубы и секции города. Выпустились три чемпиона мира по различным видам спорта. Алексей Воевода, двукратный олимпийский чемпион мира. Более 25 кандидатов в мастера спорта и мастера спорта выпустились при моей бытности. Наша главная цель – вовлечь каждого ученика нашей школы к активным занятиям физкультуры и спорта. А это здоровье, дисциплина, ну и как-то их это подстегивает, и они стараются повысить свое мастерство. Сегодня старшеклассники, они же допризывники, соревновались с моряками. То, что школьники не планируют уступать соперникам, в том числе и в физической подготовке, стало ясно после первой же эстафеты. Ребята оказались быстрее и даже сильнее своих старших товарищей. Но были и состязания, в которых моряки пограничной службы показали пример школьникам. Подтягивание и перетягивание каната оказалось их фишкой. Перетягивание каната – это вообще любимая забава моряков, отмечает почетный гость мероприятия – участник боевых действий Великой Отечественной войны Михаил Инкин. Об этом он знает не понаслышке. Более полувека Михаил Афанасьевич проработал в морском порту, а будучи начальником Сочинского морпорта, шефствовал над общеобразовательной школой номер два. Выйдя на пенсию, ветеран продолжает многолетнюю традицию и сегодня активно участвует в воспитательном процессе. Защита Отечества делается в мирное время. Надо, чтобы все люди были здоровыми, умными и делали богатство нашей Родины. Тогда сила нашего государства будет на высоте. Я обращаюсь всегда к молодому поколению, чтобы они берегли, содержали в хорошем состоянии и умело увеличивали богатство нашей Родины. Для этого они были здоровыми, красивыми и нравственными, очень полноценными людьми. В итоге школьники не подвели своих наставников и одержали победу над соперниками со счетом 25-20. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.